приветствую всех на своем канале сегодня продолжение видео о о плантации моих орхидей бабочек в этом видео я покажу вам еще много растений вообще честно говоря за последние пару лет у меня так много орхидей появилось новых много бабочек и люблю я этих бабочек все бы в бабочках орхидеях везде бы по всей квартире бы их расставила но понимаю конечно что это невозможно не в каждом уголке квартиры реально создать им комфортные для жизни условия а мы как как известно в ответе за тех кого приручили поэтому если уже заводить растения то нужно обеспечивать этому растению все необходимые условия для жизни и благополучной для хорошего роста и для обильного цветения чтобы она была здоровым а вот вот такая вот орхидея бабочка это у меня помните я вам в прошлых видео рассказывала это у которой вот здесь вот на листьях были такие капельки потом эти листья пожелтели мне пришлось их отрезать листья стали кусками желтеть вот вот видите ну не знаю что за болезнь все таки вот мне писали что это возможно холодный воздух попадал и это не бактериальной природы что это пройдет но ничего не проходило эти листья только портились вот поэтому чтобы ну портились и садился на них грибок и чтобы это не не шло дальше мне пришлось это все срезать дело и теперь вот этот кустик огромный стал таким вот страшненьким обрезанным с разных сторон жалко конечно ну ничего что теперь сделать придется так я проливала ее всякими разными препаратами у нее три детки две вот этих хорошо развивается а вот это вот у нее застряла в росте проливала разными препаратами от бактериальных гнилей но все равно это желтизна эти капельки появлялись снова и снова вот ну теперь они все равно появляются вот здесь вот видно я вчера протирала и и опять но все равно вот видите появляются они с одной и с другой стороны в определенных местах на каждом листе вот мы посмотрим что будет дальше пока так вот это вот красивая очень бабочка это амстердам обычная форма цветочка пока не нашла в бабочке решила завести обычное растение и не а здесь материнское растение без точки роста покупалась она дала вот такую детку прикорневую это детка уже вымахала огромной вон она какая у нее на данный момент два цветоноса вот один растет и вон там появился второй цветонос вот так что будет наверное в этом году опять таки очень и очень пышно цвести как и в прошлый раз надеюсь не меньше здесь вот у меня отсаженная детка это монпли моего монплиер было две детки у бабочки одна детка вот это вот у меня сломалась к сожалению вот получилось так что монплиер у меня стоял на столе и когда он дал деток я решила сделать для него более хорошие условия решила его переставить под лампу так как он стоял без лампы и переставляла и случайно заделая детка в общем одна сломалась так жалко в общем нет корней она маленькая сидит в этом мхе не знаю выживет не выживет но пока сидит я ее периодически поливаю чтобы создавать и повышенную влажность посмотрим может быть случится чудо и пойдут корни а может и нет вот это черри бомб бабочка у нее вот здесь вот один цветонос новые которые она дала вот уже пошел деление на веточки и на бутончики скоро будет цвести и вот второй цветонос также у нее пошел со старого это пробудилась спящая почка пошла еще одна веточка ну черри бомб очень обильно цветущее растение он большой любитель пышно цвести поэтому неудивительно что он пробуждается всех мест почки будет радовать меня основа большим букетом еще что хочу сказать этот сорт очень долго держит свои цветы ну просто неприлично долго он у меня буквально только отцвел можно сказать месяц назад и вот опять собирается цвести в общем все время любит цвести неугомонное растение вот вообще не отдыхала ну ладно хочет так пусть цветет это дэнвер бабочка знаете у меня на этом кустике было много-много деток уже эти детки все пораздавала благополучно пообменивала и у меня осталось вот сейчас одна детка это уже моя детка я никому не отдам она у меня вот зацвела еще еще не цвела на вот первое домашнее цветение очень интересно как процветет вот буду как вот она раскроет цветочек скорее всего я посмотрю немного потом отрежу этот цветонос и буду срезать ее с этого пенечка потому что корни уже у нее там пошли хорошие деток я не люблю передерживать на материнских растениях по той простой причине что когда корни уходят в субстрат затем чтобы эту детку срезать и укоренить приходится доставать все растения чтобы распутать эти корни чтобы достать эту детку а я не хочу тревожить материнское растение потому что если я ее достану возможно она может вообще погибнуть и вообще больше я не получу никаких с нее деток а так я срежу и возможно в будущем этот пенечек с тремя листиками даст мне еще деточек вот ой это тоже редкая шикарная бабочка долго у меня реанимашка она была и еле ее выходила а сейчас она растит новый листик там от шеи много идет корней это бабочка называется осениан вот но не знаю давайте не давать цвести там вроде показался цветоносы у нее я и не давала уже два года цвести потому что она была достаточно слабой сейчас я вижу корни в горшочке есть а поэтому думаю что наверное этот раз дам ей процвести вот здесь вот спряталась у меня детка от моей бабочки детка который просто обожает паутинный клещ я уже замучилась травить на ней этого клеща нигде нету а вот на ней все время он живет ну не знаю рассадник какой-то но так как сорт редки я не могу ее от нее избавиться вот поэтому я ее без конца травлю что еще мне остается и вот она так то растет то не растет то погибает в общем проделки клеща они бесследно не проходят клещи любят мои цветы потому что у меня достаточно жарко и днем ой и зимой и летом у меня клещей клещи клещи любят поселяться я спасаюсь от них только тем что периодически протравливаю орхидеи от клеща даже если я его не обнаруживаю не вижу про травки я делаю регулярные раз три месяца хотя бы вот раньше я делала раз два раза в год стараюсь во всяком случае четыре раза в год делать но если у меня не получается то хотя бы два раза в год весной и осенью я стараюсь делать про травки потому что конечно же от этого клеща не избавишься полностью так как условия у меня слишком благоприятные для его развития но хотя бы я могу контролировать этими про травками популяцию этого вредителя этого паучка вот так вот клещи то конечно очень серьезный противник потому что ну ну невозможно просто от него избавиться просто невозможно от него избавиться я не знаю где орхидеи там клещ во всяком случае вот у кого жарко это напасть конечно большая проблема поэтому нужно регулярно регулировать эту популяцию клещей по-другому никак вот это забыла название тоже редкая бабочка красивая название не помню фото ставлю вот тоже я сняла и нижние листики они почему-то стали желтеть от основания я с него думала гниет но выяснилось что ничего там не гниет но видимо просто шли новые корни они не давали этим листиком вернее листики не давали корням свободу и они стали желтеть я их сняла и на всякий случай промазала ей шею заглублять глубоко не стала в мох потому что может могут начаться проблемы это капризное растение я знаю еще двух людей у кого эта бабочка есть и у одного человека она погибла просто сгнила резко а второй также мучиться с ней постоянно то гниет то не гниет шея поэтому надо быть внимательным очень по отношению к этому растению потому что я хочу ее конечно сохранить на очень редко и очень красиво мне нас сильно нравится вот поэтому нужно принимать необходимые меры то есть не переувлажнять и обязательно шею что было у нее промазано вот здесь у меня тоже редкая бабочка этом окне прям сплошь и рядом все редкие ну правда это очень редко это бабочка амор я называю мой аморчик красивая такая бабочка фото вставлю нет этого сорта сейчас продажи я не знаю сняли его с производства или нет но он уже много лет не продается даже в обычной форме цветка а в бабочки так его днем с огнем не сыщешь разве что только на украине он иногда мелькает но у нас вот в россии я не видела есть конечно он у кого-то в коллекциях ну это тоже взрослые растения давно купленные такой же как мое уже ему 1500 миллионов лет вот поэтому редкий он вот цветонос тоже на веточки пошло деление на почки скоро будет цвести мой аморчик красавчик люблю тоже очень его вот это big lip который похож на стейси не знаю стейси не стрессе у него листики в краб немного еще не цвел у меня тоже пришел гнилой весь еле в общем выходила его сейчас растит горшочки корни пока ему не до цветения я так понимаю ну пусть растит я его не тороплю может не цвести в этом году вообще я не носил свои орхидеи цветением если я вижу что растение ослаблено или слишком маленькая просто обламываю на цветонос и оставляю цветение на следующий год чтобы она крепла подросло и потом выдала мне сильным здоровым большой букет цветов вот а когда торопишься и хочешь побыстрее увидеть цветы я ну не понимаю такого ценой цветов чтобы немножко на них посмотреть потерять растения они слишком редкие во всяком случае у меня растения мои они слишком редкие чтобы такое себе позволять поэтому в ущерб цветению я очень легко и просто расстаюсь цветоносами когда растение ослаблено так это бабочка пескар а верхушка от растения я вам в первой части показывала пенечек и и вот она благополучно укоренилась и вот там вот растит мне цветоносик первый раз будет этого верхушка после укоренения цвести так эту красавица моя любимая я ее еще цветов никогда не видела когда-то давно с девочкой я поменялась на белую бабочку это наверно уже два года прошло я отдала белую бабочку она мне отдала вот эту вот красотку у нее очень крупные цветы белая какая-то губа и такой вот пилорик прервали меня извините у нее такие беленькие цветочки с такими темными крапинками вот ну размер очень у них крупный не давала я ни разу цвести сейчас вот она опять выпустила цветонос но я смотрю вот этот нижний листик стал желтеть листиков у нее мало поэтому я поняла что она не справляется я его и обломила то есть в этом году опять не увижу ее цветочки ничего я потерплю главное пусть не будет все хорошо пусть она будет здоровой и все будет у нее прекрасно тогда будет свести с удовольствием и для меня и для себя это розовая бабочка не знаю название нефу не фото у меня не сохранилось ничего тоже там шеи проблемы желтели у нее листики куча листьев у не убрала пока стоит я и промазал опять шею стоит так это должен быть должен быть как он забыл как называется желтая такая бабочка тоже давно не продается она в продаже тоже сняли с производства как легата желтая бабочка с такой вот то неоновой серединкой в общем она еще у меня не цвела посмотрим она не она процветет не процветет пока не знаю так это желтая бабочка называется вот так вот маленький император еще не цвела ну вот я смотрю вот там вот цветоносик появился поэтому и есть надежда увижу бабочкой процветет или не бабочка это еще одна детка мать а и вот здесь вот у меня на некоторых орхидеях грязные листья это не грязь это я вчера их обрабатывала от клеща поэтому листики не вытерты вот так что не говорите мне что они грязные они чистые просто обработал от клеща еще одна детка с пенечка мая пенек уже у меня благополучно скончался его выкинула и вот у меня растет сейчас две детки здесь мой детский сад не буду углубляться вырастет зацветет потом расскажу кто где пока пока все это вот здесь детский сад этот стоит так это у меня опять-таки не оригинально сейчас скажу опять редкая бабочка этой бабочки уже наверно лет пять как ни у кого нету не знаю я ее название а точного тоже зацветет когда увидите так еще по моему видео я ее ни разу не показывала ни в одном так он у нее цветоносик появился ребят она у меня вот с такими листиками стояла наверно года два я ее уже сто раз носила до мусорки только дойду до мусорки постою-постою нет иду обратно ставлю на окно и опять она у меня живет хотела сто раз ее выкинуть ребят ну не росла не умирала она мне вытрепала все нервы и буквально вот пару лет как она пошла в рост я так рада вы себе не представляете но она очень красивая у нее такая леопардовая расцветка очень красивая надеюсь что увидим ее цветение наконец так это баба бери баба бери одна у меня вот у нее цветоносик растет и вот 2 баба бери тоже у нее вот растет цветоносик тоже долго болели но сейчас вроде бы восстановились все хорошо так это стейси тоже цветоносом не бабочка обычная а так здесь у меня еще одна де детка которая уже не детка а подросток такая вот фиолетовая фиолетовый пилорик с кудрявыми краями у него такие цветочки волнистые все красивая очень мне очень нравится этот эффект кудрявые на орхидейках вот один раз уже мама ее у меня цвела но мама уже нет я ее продала или поменяла не помню оставила себе вот эту детку вот теперь вот у меня растет это детка пока не цвела это гигантика это лека фантастик и так вот это большущая детка уже вот ее цветоносик растет вот старый у нее был прошлогодний тоже пока не пробудил почек и вот мамашкин цветоносик тоже пошло деление на ветки скоро будет цвести но она у меня и в прошлом году обильно очень цвела надеюсь что и не подкачает в этот раз и тоже обильно процветет ну вот там в углу пенек его надо выкинуть это от моей бабочки к сожалению которая померла это фабрика розовая вот пенек уже высох весь он нежене не жизнеспособный нету там почек был пробудил вроде 2 зелененьких но высошил их вот ну вот такая вот коллекция моих орхидей на этом я закончу свое обзор своей коллекции на этой части в принципе больше показать мне нечего конечно без цветения не очень интересно смотреть ну ребят пока так не могу не могу их заставить быстрее зацвести поэтому пока так очень их всех люблю даже вот этих маленьких люблю хотя я их даже не знаю как они еще показать цветов многие из них и не знаю вообще будут ли они бабочками но все равно их очень люблю вот благодарю всех за просмотр до встречи на моем канале всем пока